Наргиза Фатахова Изначально эти прямые эфиры мы уже вели до самоизоляции, но когда появилась самоизоляция, у нас ребенок перестал ходить в садик, и я стала думать, чем же ребенка занять, потому что он страдал безделье. Решили проводить вот эти вот сказочки вместе показывать, потому что у меня есть и тенево-театр, и кукольный театр, и пальчиковый. Вроде сыну понравилось, но я думаю, была ему польза, чтобы и другие люди тоже могли на это посмотреть. И помимо сказочек вот этих всех, мы проводим также мастер-классы, обучаем людей, как вообще изготавливать куколки маленькие в домашних условиях, чтобы ребенок смог помочь. Вот эти бэби-спектакли я начала проводить, получается, где-то в марте при студии, вот потом дома решили проводить. Мне помогает муж, он сидит и за музыкой, и за телефоном, за прямым эфиром, и по сценарию тоже все смотрит, если что-то не так, он мне подсказывает. Когда провела первый прямой эфир, людям понравилось, и они просили дальше, вот пишут, допустим, спрашивают меня, что дальше будет, какая дальше сказка, что посмотреть. И если днем основные зрители Наргизы мамы с малышами, то вечером у экранов гаджетов собирается мафия дошколят. Шестилетняя Алина Шагиева внимательно наблюдает за всеми приключениями гусенички-гуси. Она, как и все ее сверстницы, просто обожает сказки. Признается, что немного скучает по насыщенным будням в детском саду и друзьям. Сказки на ночь поднимают настроение и помогают настроиться на сон, отмечают психологи. Там птица была, и хотела съесть гусеничку, и они спрятали гусеничку. Сделали ложками громкий звук, и она улетела. Сказка была веселой. Понравилась тебе? Да. А ты еще будешь такие сказки смотреть? Да. Онлайн-волонтером стал и наш коллега-оператор эфира Айдар Садыков. Он с удовольствием обучает всех желающих элементам уличных танцев. Делится секретами выполнения сложных элементов и с нетерпением ждет, когда сможет встретиться с учениками уже на большой сцене. Все.